Наступает осень, и все чаще хочется, завернувшись в уютный плед, пересмотреть любимые фильмы и перечесть нестареющую классику. Если среди вас есть любители научной фантастики, то самое время вспомнить известные предсказания сценаристов и писателей. В будущем, которое уже наступило, рядовому землянину обещали переселение в технологический рай. Алексей Толстой в романе гиперболоид инженера Гарина пророчил появление лазерного оружия. Рэй Брэдбери в произведении «451 градус по Фаренгейту» предсказывал создание громадных телеэкранов во всю стену. Булычев в гости из будущего предвидел наступление эры смартфонов. А кто не помнит фильм «Пятый элемент», где герои беззаботно рассекают на летающих автомобилях? Так вот, если кое-что и сказанного уже сбылось, то последняя технология не спешит входить в нашу реальность. Более того, даже на электромобили мы с вами массово не пересели. Почему? Ведь в 21 веке технологии развиваются быстрее, чем когда бы то ни было. В чем же причины остановки? Реалии таковы, что мировые правительства не считают выгодным серийное производство электрокаров и добровольно на это не согласятся до того момента, пока существует нефть и газ. Очевидно, что многие конгломераты и их владельцы-миллиардеры разорятся, если уступят хоть пять земли в пользу безвредного и бесшумного авто, питающегося от электричества. Ситуация не меняется со времен Теслы, предлагавшего эфир в качестве альтернативного источника энергии. Максимум, на что согласны толстосумы, это тиражирование безобидных сегвеев, электросамокатов, гироскутеров, моноколес и велогибридов. Поскольку эти локальные средства передвижения ни в коей мере не составляют конкуренцию полноценному автомобилю и годятся только для катания во дворах, мегакорпораций или на территории ухоженных парковых зон. На Западе ситуация с внедрением электрокаров коренным образом отличается. Во многих странах для владельцев таких авто доступны программы по снижению налогов и прочие виды мотивации, оборудованы множество заправок и парковочных мест. Но мы-то с вами здесь. Неужели ничего нельзя изменить? И всю оставшуюся жизнь мы будем ощущать на своей шее бензиново-газовую удавку. Господдержки ждать не приходится, поэтому стоит обратиться к частным компаниям и вспомнить о том, что все гениальное просто. Разработка эффективной технологии, о которой сейчас пойдет речь, началась еще в 1995 году. Асинхронный двигатель Дмитрия Александровича Дуюнова – это то, что поможет сдвинуть плачевную ситуацию с электрокарами на просторах бывшего СССР с мертвой точки. Но принцип мотор-колеса известен давно, возразите вы. Да, но они все работают исключительно на магнитах. А двигатель Дуюнова – это экономичный вариант электромотора, базирующийся на принципе совмещенной обмотки типа «Славянка». Он обладает небывалым соотношением мощности и энергопотребления. В чем уникальность технологии Дуюнова? Мотор-колесо по технологии Дуюнова – это первый в мире асинхронный электромотор с обмоткой типа «Славянка», обладающий уникальным соотношением мощности с энергопотреблением. Новая технология основана на разработанной инновационной технологии совмещенных обмоток двигателей, параллельно соединенные звезда и треугольник. Благодаря совмещенным обмоткам параметры мотор-колеса значительно улучшаются и повышается энергоэффективность. Отказ от использования магнитов из редкоземельных металлов, шах и мат китайским поставщикам, обуславливающих дороговизной электродвигателей, значительно удешевляет производство моторов Дуюнова. При сниженных габаритах, материала емкости и массе всего 17 кг, двигатель обладает удельной мощностью 20 кВт. Скоростные характеристики мотор-колеса – 106 км в час, а пробег на одной зарядке составляет примерно 120 км. В итоге получаем следующие преимущества двигателя Дуюнова по сравнению с моторами на постоянных магнитах. Снижение себестоимости изделия на 30%. Увеличение крутящего момента на 50, разгонных способностей на 30%. Неуязвимость при физических воздействиях. Нечувствительность к феромагнитной пыли и коррозии. Снижение энергозатрат до 30%. Простота эксплуатации. Окно возможностей для успешного развития проекта обеспечивается. Существенным дефицитом редкоземельных материалов, сдерживающим возможность наращивания объемов производства тяговых двигателей Китая. Действующими в Европе стандартами на энергоэффективность асинхронных двигателей. Запрет введения в оборот на территории Евросоюза электроинструмента с коллекторными двигателями. Провозглашенная президентом РФ программа импортозамещения. Бурное развитие электротранспорта в странах Юго-Восточной Азии и Индии. Законодательное принуждение к повышению энергоэффективности в РФ и Евросоюзе. Поскольку на данный момент разработано порядка двух сотен схем для электромоторов различной мощности и габаритов, двигатель Дуенова уже сейчас готов к внедрению во многие сферы жизнедеятельности, как готовый продукт для сбыта. К примеру, инновационный принцип смешанной обмонки «Славянка» помимо электрокаров может быть применен для самолетов, поездов и катеров, работающих на основе электроэнергии. Пригодится в изготовлении производственного оборудования, ручного инструмента и насосов, будет востребован в сфере ветровой и гидроэнергетики. Поле для применения указанного стартапа огромно. Ведь в области производства электродвигателей более 60 лет не наблюдалось никакой существенной модернизации. На данный момент в мире около 82 миллиардов электрических моторов, 80% из которых принадлежат к асинхронному типу и нуждается в обновлении. Кроме того, учитывая бурное развитие сферы электротранспорта в Азии, запрет, введенный на территории Евросоюза на оборудование с коллекторными двигателями, а также назревшая необходимость оптимизации энергоэффективности электромоторов превращает данный стартап в актуальное и крайне выгодное предложение. С целью популяризации проекта команда Дуенова регулярно участвует в международных выставках, занимается краудинвестингом, привлечением капитала в стартап. Компания выходила на различные венчурные фонды для финансирования внедрения технологий. Но у всех лишь одно решение – деньги дают лишь в обмен на контрольный пакет акций компании. Иностранные компании также предлагали профинансировать взамен на смену юрисдикции и контрольный пакет. Такие варианты, конечно, не устроили команду разработчиков, поэтому, не найдя поддержки у официальных властей, компании Дуенова было принято решение начать финансирование проекта путем краудинвестинга. Для тех, кто не знает, это альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов, где любой желающий сможет инвестировать свои средства в постройку конструкторского бюро в обмен на часть акций компании. Что это означает? Простыми словами, любой желающий от 18 лет сможет заработать на данной технологии и помочь в развитии проекта уже сегодня. ООО «Совэлмаш» объявило о начале программы, рассчитанной на три года. Они поделены на 20 этапов финансирования продолжительностью примерно по 60 дней каждой. Разработчикам удалось, опережая график, построить и оборудовать лабораторию для проведения опытных испытаний электродвигателей. И уже в этом году состоится первый выпуск опытной партии мотор-колес. На сегодняшний день проект Дуенова насчитывает около 10 тысяч инвесторов и более 2000 партнеров в 119 странах мира. Хотите узнать больше? Тогда кликайте по ссылке в описании. Все подробности именно там. Важно осознавать, прогрессивный стартап Дмитрия Дуенова позволяет значительно удешевить и популяризировать электротранспорт на постсоветском пространстве и в мире. Сделать людей менее зависимыми от олигархических схем, сняв общество с нефтяной углы. Канал Хаббл усматривает рациональное зерно в идее массового перехода на электрокары и видит в этом выход из нынешней катастрофической ситуации с топливом. Технологии – великая сила, не позволяющая человечеству сделать откат системы в первичную точку восстановления, обратно в каменный век. Поэтому мы, выражаясь языком улицы, за любой кипиш в этой области, чего и вам желаем. Мы очень рады, что есть много таких людей, как вы, которые смотрят, подписываются, делятся выпусками и ставят лайки. Ведь без вас всего бы этого попросту не было. Главное не забывайте, чем больше вы пишете комментариев под видео, чем больше проявляете активность, тем больше людей узнают о нас, и в один прекрасный день они изменят мир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!